Добрый день, дядя Павел! Так, ну что, может помолимся сначала, а? Ну подождите... Давайте помолимся! А, да! А, батюшку-то чего? Господи Иисусе Христе Бога наш! Благослови нас на это собрание! Образуми нас! Будь милостив к нам и человек любив! Позволь нам принять нужное решение, угодное Тебе! Вла тебе честь и слава за все во веки! Аминь! Мы собрались по такому поводу, этот повод уже созрел был давно, по поводу твоей, Павла Тихонович Пьянки. Уже дошло до такого, что уже чуть аварию не совершаешь. И за тебя чуть авария не совершаешь? За тебя чуть авария не была. Руки уже все... С тобой люди не знают уже как появляться на людях. Позорище такое терпишь от тебя. Буквально с месяц потерпи. Вот о чем и речь. Не потерпи. Надо что-то делать, как-то принимать решение. Или ты... Я принимаю меры, съезжаю из поселка потеряю. То есть, каким был, таким ты остаешься. Тебе это все равно? Мне не все равно. Раньше ты как-то таился, где-то там пил, где-то, ну... Говорят, вот выпил Павел, но где-то его не было видно. А теперь уже на люди лезешь. Это ну совсем не годится. Рядь Павел, ты расскажи, почему так произошло? Сестры не ходят. Как ты попустил такому случиться? Тебя взяли как друга, как брата в машину. Нет, Игорь... Ну ты ответь на вопрос, как так получилось? Я тебя... Ты даже не выслушал, даже не дошло. Давай, расскажи. Всякая ложь от лукавого. Если человек прибавляет, что я там чуть это и до смерти не задушил... Я вот так, Люда, вот смотрю, как он сам... Вот. Ну, да, я под вымышлением, прости меня. Ну, я... Как она дочь? Я просто шутил. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди, скажи. Я ее удушить хотел. Я с Анатолием Кузнечом все время дружу. И как я им буду в глаза смотреть, что скажешь, ты мою дочь задушил. Дядь Павел, ты какой был? Пьяный, трезвый? Вот в этом, я говорю, каюсь. Прости, Люда. Я это без злоба умысла. Вот. Чисто по-дружески. Вот так вот. Вот так вот. Смотри, как вот сам-то. Вот. Город говорит, ты ту аварию не сделала. Там наговорили, что это ей. Это было первый раз по-дружески. А второй раз. Ты когда очнулся, то есть как ты уснул, а потом очнулся. Куда меня везете? Стойте, стойте. Стойте. И прямо на нее вот так вот взялся за нее. Стойте. Хотел остановить. Мы едем на дороге, а ты нас останавливал. А ты не понял, где я чего. Я ж за рулем. Я ж за рулем. Хоть как ты обнял. Это же нельзя вообще. Я-то еще новичок. Я... Я... Нельзя так. Прости меня. Хоть поюви, хоть... Там второй раз-то я-то боюсь. Ну, водитель нельзя задевать. Он сосредоточен. Мало ли что. В 80 километров ты ехал. В автобусе едешь. Как написано? Разговор с водителем во время движения запрещен. А ты обнимать по-дружески можно? Я-то боюсь. Я-то еще... Я взяла за тебя отвечаю. За ее отвечаю. Я каюсь. Я был виноват, но без злого умысла. Без злого умысла я понимаю, но... Я говорю, знаешь, это да. Это и моя вина. Прости меня. Бог простит. Но это опасно очень. Поэтому... Я больше мне Женя не разрешил. Сказал, он не возьмет тебя и мне не разрешит никогда. Ну, соответственно, адекватные меры. Ты не будешь брать. Я что-то... Я говорю, Люда, я перееду, чем-то буду вам помогать. Я понимаю. Если по нулю... Я пустишь. Кто-нибудь один, говорите, пускай он говорит. Если по нулю, по нулю. Все. Мирно разойдемся и все. Что я виноват, я каюсь. Прости меня. Я был на веселе. Я чисто по-дружески. Вот так говорю. Смотри, Люда. Простить надо. Простить надо. Но ей-то ты приемы показывал. Но ты не... То, что на веселе. Ты уже не понимал, что ты делаешь. Я это... Ты уже не соображал, что ты делаешь. Ты вот смотри. Мы там остановились арбузы покупать. У тебя все выпало. Документы выпали. Я бы не подробовала, ты бы вообще все потерял. Документы потерял. Все потерял. Я бы могла их вообще спрятать и забрать, и тебе не дать даже. Надо было спрятать и все. И ходи как хочешь. Ты выронил все. Ты ничего не поймал. Мы тебя не вытащить не могли даже привезти. Машину мне запачкал. Там все пролилось. У меня ребенок не может теперь там ехать. Там пахнет. Это нехорошо. Ну как я тебя буду брать? Я тебя взяла, мне говорят. А вы же верующий. Вам же как? Нельзя же вам. Я тебя такого буду садить. Я конечно, мне Женя не разрешил. Каждый раз, где мы бываем, подпотыкают с тобой, что у вас такие. Какой стресс, что я у вас стресс строил и должен бросить. И как это нервная система выдерживает? Ну а моего мужа не стресс? Ему как тогда? Тоже надо запиться. Ему совсем нас. Не, но он для меня в этом случае, он у меня это пример для подражания. Что он не спился. Такой вот трагический. Он бы мог вообще бы тогда. И он... В чем-то я его критикую. В чем-то он уважаю его за его мужество. Я это... Дядя Павел, может тебе медаль дать? Да это ни к чему. Дайте, мы вам все сказали. Можно я скажу? Такая ситуация. Вы бы сейчас не стояли, не разговаривали, не рассуждали. Можно я скажу? При скорости какой-то там 78 километров. Руль чуть-чуть на секунды. Все в кувете. И какой бы ты сейчас герой стоял бы здесь, а? Два трупа или два инвалида. У них у обеих дети дома. И вот ты такой хороший, вот простите-ка. Ты понимаешь, деревня собралась уже к тебе, подошла уже. Ты что делаешь? Ты что делаешь-то? Ты дай отчет, почему ты допускаешь такое? Я отчет даю. Я строил 20 лет дом и должен бросить его крысам. Я не выдержал. Яхан Евгений выдержал такой стресс. А я не выдержал. И что теперь? Начал употреблять. Дом и сын, это же совсем разное. Ну понятно. Нет, ты употребляй, но когда ты сел там в это, надо же маленько. Я-то тебя взяла, что ты попросился по-хорошему. Ну ладно, мне жалко тебя, что всем жалко. Баба Женя жалко, что она там маленько тебе там поможет. Всем жалко? Всем жалко, что понимаешь, что один человек тяжело как-то поддержать, помочь как-то. Я себя этим хорапрессом не считаю. Я понимаю по любви, но я еле доехала. Я не могла вообще. Во-первых, голова болела. Там пролилась, пахло очень сильно. У меня буквально, у меня что-нибудь случилось бы, я бы отключилась бы и вообще авария была бы. Я не могла просто, я еле, я не знаю как я доехала просто. Машина груженная, я уже, как вот, надо было открыть дверь, тебя выпихнуть, вытолкнуть. Валяйся там, дядь Павел, как хочешь там. Тебя довезли до дому, не выбросили по-христиански, как говорится. Ну, надо как-то, ну, кому хорошо. Если там тебя в Корчино возьмут, ты поешь, там не будут тебя так вот садить такого. Там тебе скажут... Да там посадят. Там не посадят. Или оставить надо было, а там бы тебе все своровали. Ты купил масло, купил продукты, купил карасей. Мне жалко, как тебя оставить там? Ну как? Я тут скажу, я видела, что ты пьян, я бы посадила. Ну и сиди, сам как хочешь добирайся. У тебя бы деньги своровали, документы своровали, и все бы продукты. Еще бы в милицию бы запрашивали. Я зашел тебе против милиции в столовую, я закрыто. Я не покушал. И это... У меня же голова, травма головы, я могу быстро спинять. Ну тем более. Зачем пьешь? Зачем пьешь? Ну дома, где кто запрещает? Дома приехал тогда и... Дома нельзя. Ну а в дороге как? Это же дошло до этого, что дома втихаря, а потом в дороге вот так уже. А в дороге это теперь... Я не возьму больше. Ну у школы понес, и вички на дороге валяешься. Я не смогу просто. У меня страшно. Это птичанин в деревне живет. Ну... Это же позор, понимаешь? Позор нам, на все. Начинаешь кому-то говорить, да знаем мы ваших. У вас такие же ваши. Пьют. Тыкают. Игорь Игорь, 30 календарных дней. Потерпи. А можно я скажу? А что в Корчино? А что в Корчино? А в Корчино уже не потеряют. Хорошо, дальше. А 30 дальше-то что? Да знаете что? Вот в Корчино, кстати. Вот Игнатий говорит, что... Так ты же верующий. Все же знают, что ты верующий. А у меня спрашивают там врачи. Говорят, мы слышали священник переезжает ваш. Они на тебя думают, что ты священник. Ваш священник переезжает, будет у нас в Корчино жить. Боже. И как они будут вот это священник? У вас в Первомайке верующий богомолец. Я его поймал с отсчетчиком. Я говорю, а вон у нас 50 тысяч это обворовал Алтай Энергия. Все, это я так и знал. Сейчас оно и будет. Сейчас на каждого будет компроматы давать. А там верующие такие. Павел, ты расскажи, зачем ты пьешь? Ты же погибнешь. Я тебе объяснил, Игорь. Ты же погибнешь, Павел. Ты понимаешь? Я виноват. Я не хоробруюсь, что я буду пить и пить и пить. Я каюсь и стараюсь. Можно я тебе скажу? У меня пьянство алкоголизма есть. Петр Калашников выставил. Помаленьку молюсь. Ну а дальше то что? Ты понимаешь, ты молишься, ты что-то делаешь, а твоя агрессия увеличивается. Я тебя уже к себе во двор не хочу пускать. Я тебе с яичками отказал. Ты пьешь, продавать не буду. Ты на эти деньги пьешь. Я не буду твоим соучастником. А дальше что? Уже люди отказываются тебя брать. Но ты понимаешь, до чего ты дошел? У тебя там что-то случится. Как ты сюда возвращаться будешь? Пустят ли тебя сюда? Ты сам подумай. Ты за собой все мосты сжигаешь. А пред Богом предстанешь. Что ты ему скажешь? А лучше сжигать, чтобы ты взялся за плуг и назад не оборачивался. Пошел в кофе и все. Это совсем другое. Написано, пьяница царства Божия не наследует. Просто можно исправиться. Можно исправиться. Можно исправиться. Я согласен. Но почему вот это пишут? Там пьяница, лихоимец, мошенник, царство Божие не наследует. Вот в контексте как общество предприятий. Выдернули. Пьяница не наследует. А там же 8 причин, что в царство Божие не попадают. Павел, так не наследует пьяница? А? Пьяница не наследует сам? Не наследует. Ну зачем в контексте все брать? А зачем ты смотришь наверх? Вот полностью продолжение прочитаю. Павел. Я прочитаю, домой приду. Разговор-то о тебе идет. Тебя вытащили на собрание деревенское. Тебя. Павел. Ты же такие вещи вытворяешь. Я ничего. Я... Ну давайте я скажу. Я себя не обрадую. Я Люда проси говорю. Я каюсь, что постараюсь больше этого не делать. У меня вопрос к Людмиле. Людмила, ты молилась за Павла? За Павла молилась? Где как-то? Вообще всегда. Ну а как, за всех в деревне молятся? Нет, я Людмила спрашиваю за Павла. В общем вот так, что я конкретно вот там за того, за того. Нет, в общем не в общем. Вы понимаете, брат наш Павел находится в немощи и в духовной немощи. Поэтому я так думаю, что не вообще, а за него. Ведь написано, что немощного принимайте и всячески старайте его уручевать. Не смущайтесь, не соблазняйтесь. Ну вот я и спрашиваю. Ты молилась о нем? После этого случая, да. После этого случая... Подожди, Деня, дайте мне сказать. Пускай она выверется. После этого случая молилась. После этого случая. Потому что я такого не видела. Я слышала, видела. Поэтому, Людмила, а вы знаете, что столько лет брат Павел наш, он с вами молится. Он в такой немощи находится. И как же за него не молиться? Это получается так, что вам, да брата, который пал уже, вам ничего не надо. Вы не молились, это уже говорит. А я вам скажу, что я с ним три года общаюсь, он ни на капельку против меня не согрешил. Ни на одну капельку. А потому что я за него каждый день молюсь. А вот если бы ты... Подождите. Если бы ты молилась за брата такого... Вы знаете, что брат давно уже в немощи. Почему вы не молились? Это уже говорит, что вам до брата нет дела, если вы уже молились. А с другой стороны, если вы в молитве не молились, вы и делом его не помогали. Вы видите, что он такой... Вот смотрите, сестры у нас живут как бы в благоустроенных квартирах. У них машины, все. А не могли бы сестры сказать? Сестра, вот эту неделю я Павлу стираю белье, а вот эту ты... Может быть, Павел бы сердцем со своим обмяк. Может быть... И мы бы сказали, если, Павел, ты выпьешь, мы тебе больше ни шагу помощи не дадим. Ведь ничего этого нет, никто не уврачевал, никто. Вот. Вы думаете, ему не помогали, да? Я не видела, не видела. А, ну вы спросите, сколько раз я маме звонила, там лук ему покупали, ващину тогда не передавали. Одно, второе, третье. Вы не знаете, сколько ему помогали. Подождите, я еще не закончила. Мы говорим за Павле. Не закончила, не закончила. Это конца не будет. Вы понимаете, вы всех нас обвиняете. Это конца не будет. Перестаньте. Вы нас всех обвиняете в этом. Мы с вами сегодня утром стояли и об этом говорили. Давайте теперь поговорим. Вот скажи... Вы говорим за пьянку, у нас вопрос один за пьянку. Ничего подобного, подождите. Написано в Евангелии, что они наследуют царство небесных чревоугодников. Кто называется братом и поступает бесчинно, всем не сообщаться. Грехи остаются. Не сообщаться. А не ты, Игорь, чревоугодник, такой хуже. Так ты еще хуже его, потому что он воздержание... Вы сейчас с Павлом весь мир готовы осудить. Я весь мир. А как? А я говорю, что никто ему ничего не помогал. Неправда. Это неправда. Я тоже чревоугодник. А это как-то повлияло на то, что я тоже ее трясла в дороге? Или что это на ум мой как-то повлияло? У него-то ведь уже затмение. Понимаете вы это или нет? Но я знаю, что я его не защищаю, что он пьет. Вот именно, что вы защищаете. Вы говорите, что Грамм не согрешил Павел. Против меня не согрешил нисколько. А против Бога против меня. А против Людмилы согрешил. А против Бога. Евгения Дмитриевна, в трех словах. Мама всю жизнь молилась. У него брат священник. Игнатий молится. Мы все молимся. Ты с Наташей сколько прожил? Полтора-два года? А зачем тебе? Нет, ну я хочу людям сказать. Сколько? Но разговор не об этом. Об этом? Пусть он полтора года. А остальное он у нас на шее был. Потому что это кому это понравилось? Сестра Ирина десять лет его птировала, жила и варила. Дуся, я как приехала. А вы говорите... Подожди, подожди. Я сейчас говорю, что сейчас не время. Ты не что говори. Помолчи. Вот ты... Игнатий говорит, если ты со Светой сойдешься, земля развернется. Но это как добро. Не надо было расходиться. Все. А когда уже я разошелся, а теперь говорит, у меня память отшибло. Я ничего не помню. Не надо было расходить. Ну каждый сам выбирает. И потом это... На собрании говорит, Павел, а где твоя жена? Вот... Или в лоб ударит, или плюнуть в рожу. Больше ничего не остается. Он же в наглую. Я доверялся ему. Все. Не сходи с ней. Земля развернется. Все. А где твоя жена? Она три раза или четыре приезжала. Не надо было расходиться. Все. Не надо было. Вот Люда говорит, я посмотрела и думаю, как с таким можно было жить. А я говорю, он все время такой, он всю жизнь такой. А Света живет, Горбунова, уже не разошлась. Ну это Света Горбунова. Ну и та Света... А та Света ушла. Другого склада человек. Вот и все. Ты решила подачки собирать. А другой человек наоборот. Все помогали. И он у нас не брошенный. Свою голову ему. Я говорю, я не знаю как было. А сейчас говорю. И сейчас. Сколько раз мы белили. Сколько... Вот Иринов в том году. Мы всегда обстирывали. Сколько раз приглашал, я его постоянно на деду. Я в руках носила. В Новосибирске он меня хвалил. Вот как Валя умеет стирать. Она говорит, мешочек маечки, мешочек трусики. Все поглажено. Я в руках возила. И оттуда опять в руках. Ну теперь не могу. Валя, все друг другу помогали. Не надо это. Я говорю. Я говорю, молодые. 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 Я говорю, все. А сейчас ты это храброе знала. Я молодым говорю. Дети замуж, это поженились. Ты уже не можешь. Так. Ну все. Речь о том, что пьянка уже надоела всем. Даже надо ручки. Даже надо крайне. Богу это страшно не угодно. Это погибель и смерть. Против общества ты. Это большой грех. Послушай, послушай. Послушай, минуточку. Староста говорит. Ну я объясняю. Ты спрашивай. Подожди, выслушай его. Я говорю, 30 дней. Это наша просьба. Подожди, выслушай его. Чтобы эти 30 дней закончились побыстрее. Пораньше. Да, да. И не нужно то здесь это развозить. Это БТИ как решит. Там, знаешь, три БТИ и очень трудно. Она уже плачет, хозяйка. Уже полтора месяца с мертвой точки не может сдвинуть. Это не от меня. Я деньги отдал. Он пьет каждый раз. Как будто бы все равно. Нам разницы нет никакой. Полтора месяца назад отдал деньги. Расписка при мне. Показал я юристу. Ездили во вторник. Люда возила. Все. Свет проведут. А это в БТИ надо генеральную доверенность, чтобы поскорее бы уехало сюда. Значит, дядь Павел, ты пойми, что вот это собрание собрано только из-за тебя по твоему поводу, по твоему поведению. Только из-за пьянки. Только из-за пьянки. Больше ни из-за чего. И каждый выносит свое, сказать, резюме. Я тебе говорю, что пьяный ко мне не заходи. Нет. Я виноват. Я был на веселье. Понятно. Мне это... Понятно. Понятно. Ну, теперь-то это... Я же у меня нет 100% уверенности. Ты попросишься, а ты можешь и на другого, на мужчину. Ну, случайно. Может, пьянки. Человек веселый, это веселый. А мы пришли, а ты валяешься. Придешь на крюльце и валяешься. Какое это веселье? Нет. Меня уже утрясло. Я пока доехал. От этого... Откуда тебя ребятишки в калейки везли? Разве это красиво? Это весь Устинский пост. А ребятишки видели. И пил по страшному и по наглому. Ребятишки видели. Ты погибнешь. Конечно. Это достоинно суждение. Я не говорю, что не достоинно. Полтора месяца с мертвой точки купли-продажи идёт. Всё. Я в это охоту. Господи, помоги. Господи, помоги. Как ты едешь, еще хуже будет тебе. У тебя сердце тосковать будет по своему дому. Завон мне. Он на погибель едет туда. А про этот дом, Павел, ты не жалей. Не получится, ты вернёшься ещё сюда. И вместе с крысами побежи. Люба, Люба, как он вернётся? Вернётся. Если деревянское собрание против этого. Ну как это против? Как? Ну потому что по уставу. Ты должен выехать отсюда по уставу деревни. Дети бы и здесь что-то случилось бы. Мало ли. Тоже по любви. Просто по любви. Просто человек не может себя контролировать в таком состоянии. Любовь и потокательство. Вот именно. Любовь это совсем другое. Любовь это принцип христианского образа жизни. Беззаконника и всё. А вы тоже защищаете. Сами не знаете кого. Она везде. Мы-то его хорошо знаем. Ну везде. Вот такая вот. Ну что сделаем? Мы помогаем. Мы помогаем. Мы помогаем. Мы помогаем. И пока эти 30 дней ты говоришь. Это просьба. Не пей. Павел. Или не появляйся здесь. Чтобы вчера и плакал и молился. И сегодня вроде не взял. Вот ты сейчас приди домой и плачь. И молись. Чтобы завтра не взять. Мы будем тоже молиться. Ты понимаешь у тебя. Ты понимаешь Павел. Это же не ты. Это дух. Дух рогатый тебя побудил так вести. Ты даже не помнишь. Сёстры свидетельствуют в каком ты состоянии был. Ты же сейчас придешь. Он тебя опять побудит напиться. Что ты. Какое ты здесь делал. Зло может сотворить деревни. Ты помни об этом. Держи себя. Ты же не контролируешь тогда себя совсем. Ты вообще не контролируешь. Так нельзя вести себя. У нас дети тем более здесь. Ну мало ли. Всякое может случиться. Просто человек. Когда он выпьешь. Он не может себя правильно контролировать. Если мы не могли не вытащить. Ничего не сделать. Выпишет. Напился. Психолог Павлов говорил. Что алкоголь это добровольное помешательство. Я это еще в школе учился. Она знает зачем. Она осознательна тем больше грех. Если вы разумеете делать добро и не делать тому грех. И ты. Вот так вопрос у меня возникает. Вообще верующими ты вообще. И для нас это большое позорство. Прожили столько лет. Не хватило его урочевать. Хоть бы немножко. Страха было бы. Но немножко. Тогда бы как-то ты подумал. А как же. Тем более за 60 лет. Собственно. Сколько нам осталось. 10 и 15. Сколько. То есть. Уже готовиться надо. К переходу. И мы так будем вести. А какой же пример тогда молодежи будем давать. Ну. Павел. Это же. Я тебе уже говорил по моему. Это вообще несовместимо. И тебе надо задуматься. Если ты еще верующий. Если у тебя страх Божий есть. Если хоть искорка веры есть. То надо задуматься. Стряхнуться. Это не нормально. А то что жизнь. Да вы счастливы будете жить. Понимаешь. Да нам-то ты. Без ничего. Да ты нам не мешает. Вы будете как на небе жить. Понимаешь. Не на небе. Павел. Не надо утрировать. Ты вот. Ты едешь на смерть. Это я тебе сразу сказал. Павел. Ты едешь на погибель. Живи здесь спокойно. Вот я при людях говорю. При этом твоем заболевании. Дочь говорила. Что тебя не довезут до больницы. Захлебнешься в собственной моче. Говорит. Тебя вдруг инсульт стукнет. Куда ты? Люда. Вот случилось несчастье. Даже сына не могли довезти до больницы. Да причем тут. Так это несчастье. Это несчастье. А ты сам это себе делаешь. Ты как-то. Самоубийца. Взрослый человек. И ты нет. Люда несчастье. Это несчастье. Ну. Ну ты маленько. Взрослый человек. И как-то рассуждай. Любого могут не довезти. Любого схватит. Там и рядом не довезут. И любого могут не довезти. А если инсульт стукнет и язык отнимется. И покаяться не успеешь. Кто за тобой ходит. Я сказала батюшке. А я знаю. Ноги не положу. Одень буду. Одень буду. И купать и мыть буду. А туда я сказала при всех. Ноги не положу. Может и сами ноги у тебя не пойдут. Может и не пойдут. Может и не пойдут. Но тут и Ира. Тут и Ира. Рядом придет. Тут уже Лиза большая. Тут уже Анфиска большая. Господь усмотрит. И надейтесь на сынов человеческих. Конечно. А если ты будешь выполнять заповеди Божии. Стремиться и жить по воле. А если не будешь. Господь грешникам не помогает. И Господь молитву грешников не слышит. Дьякон Евгений. Я говорю. Знаете. Один человек сказал. Что ты один день прорабом работал. Я говорю. Раб Божий сказал. Это говорит не раб Божий. А раб дьявола. Я говорит. Показал мне трудовую. Семь лет работал. А он говорит один день. Сейчас это зачем. Вот всех. Надо жить верующим. Если верующий. Значит не в ги. На 740 раз набрал. На каждую. На себя. На я. Я за себя. Она за себя. А потому что там уже лукавочки. Я как я живу. А как она. Там не поможет. Ни баба Женя. Ни я тебе не помогу. Я тебе скажу. Прости. А уже помощи то не будет. Если человек в таком состоянии. Я просто мне было страшно. Люда. Я со всех расписки вам напишу. Что не прошу помощи. Нет. Мне было страшно. Что мы тебя даже не довезем. Потому что пахло такое вот. Как будто заливают в машину. Которую промывать стекла. Ну это три семерки. Оно перегар. И не ело ничего. Спит. Спит. Как будто технический. Вот это такое состояние было. Что я думала что ты умрешь. Мы вчера передавали. Надо за 2 тысячи пить. А у меня денег нет. Вот. Вот. Ну и подумай. Ну ты умрешь. А у меня в машине. А мне скажешь что. Итиловый спиртом там. Ну сам себя убиваешь. Ну нисколько этого. Не стесняется. Это же страшно. Я думала что я тебя вообще не довезу. Ну вот я это. Я что. Я пить и пить буду. Я тебе обещаю. Постараюсь это люди. Постараюсь. Я на тебе машину не подходить. Не подходить. И не выпивать. И не выпивать. И не подходить. И накануне не выпивать. И накануне не выпивать. И не пахло. Да. Вот тебе обещаю. А на тот случай. Еще раз. Прости меня. Христаратишный. Я был на веселе. Ну. Ну. Ты безумный. Смотри. Я сейчас знаю что умею. Я какой лод. Ну все. Побыстрее. Чтобы он съехал из деревни. Не просто самостоятельно. Что он. Вот я уезжаю. Это наша. Великая наша просьба. Если. Если ты не бросаешь этот грех. Уезжай. И чем быстрее. Тем лучше. Что можно еще сказать. А ты. Нисколько. Ты перечисляешь. Лучше. В письмном виде. А то потом в запятки. Матушка хотела. На дом жить. Все. Мы молимся. Давайте все. Господи Иисусе. Благодарим тебя. За милости твои. Которые ты являешь нам. Отгони от нас. Этот пагубный грех пьянства. Это самоубийство добровольного. Помилуй нас. Недостойных и грешных. Вразуми Павла. Не поступать бесчинно. Слава тебе истинному Христу Богу нашему. За все во веки. Аминь. Аминь. Павел. Возьми стул. Павел. Возьми стул. Всем пока. Возьми стул. Отстань. Твои ровно отправили. У rok. Продолжение следует...